Военные деятели Среднего Жуза Казахстан Кейки Батыр, род Кулан Кыпшак племени Кыпшак Среднего Жуза, Нурма Амбет Какимбаев, Кейки Батыр, Каз. Нурма Амбет Кимбайлы, 1871, урочище Байтума, ныне Кастанайской области, 22 апреля 1923 года, Блисаулар Ахмет, ныне Кастанайской области, Казахский Батыр, участник Среднеазиатского восстания 1916 года против властей Российской империи и событий гражданской войны на территории Казахстана. Снайпер, Мерген, отличился в Дагалском сражении, в сражении на местности Куек, в блокаде города Тургай. Родился в 1871 году, по другим данным в 1873 году в поселении Байтума Тургайского уезда Тургайской области Российской империи, ныне Кастанайская область Республики Казахстан. Происходил из рода Кулан племени Кыпшак Среднего Жузо. Вел уединенный образ жизни, за что получил прозвище Кейки, в переводе с казахского языка отшельник или одиночка. Другое его прозвище – Кал Мерген, твердая рука, отказ. Ол, рука и касс. Мерген, снайпер. Дружил с Амангель Деймановым и Абдулгафаром Жанбасыновым, Абдыгапарханом, в дальнейшем сыгравшими значительную роль в казахском национально-освободительном движении. Кейки Батыр принимал активное участие в Тургайском восстании, эпизоде Среднеазиатского восстания 1916 года. Командовал отрядом Мергенов, лучших стрелков, вооруженных лучшим оружием и хорошо снабженных боеприпасами. Отличился в Дагалском сражении, где был ранен, и в сражении на местности Куник. Был участником неудачного штурма Тургая в октябре и стычки с царскими войсками у почтовой станции Тункаема в ноябре 1916 года 3. Октябрьскую революцию встретил настороженно, несмотря на участие своих товарищей по Тургайскому восстанию в установлении советской власти в Тургая. Однако не принял и сторону Аллаш Орды. После ареста и расстрела Иманова сторонниками Аллашской автономии в мае 1919 года был вынужден скрываться в горах Улы-Тау и в пустыне Кизыл-Кумы-5. Принимал участие в противостоянии с Аллаш-Ординцами, но после упразднения Аллаш-Орды и гибели Жан Бонцинова от рук красноармейцев выступил против уже советской власти. Вплоть до 1923 года вел вооруженную борьбу как с красноармейцами, так и с многочисленными бандитами, грабившими местное население. Для устрашения врагов Кейки Батыр надевал на плечи шкуру лебедя с крыльями. Поэтому издалека могло показаться, что навстречу движется не всадник, а крылатый шайтан. Сведения о последних днях жизни Кокембаева противоречивы. Согласно одним данным, предатель сообщил красноармейцам, в каком доме скрывался Батыр. И 22 апреля 1923 года дом Кокембаева был окружен красноармейским отрядом под командованием комиссара Александра Токарева. Кейки Батыр отстреливался до последнего и был убит лично комиссаром Токаревым-6. Согласно другим источникам, Токарев обманом выманил Кейки из степи, пообещав амнистию со стороны советской власти по прибытии в Тургай. Однако на полдороге попытался арестовать Батыра-7. По третьей версии, Токарев, напротив, был убит Кокембаевым, а сын комиссара отомстил за отца. Здравствуйте, подписывайся на канал, нажми на колокольчик.